Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю сегодня с праздником Пресвятой Живоначальной Троицы, с Днём Пятидесятницы, когда благодать Духа Святаго сошла на апостолов. И тем самым сегодня мы празднуем день рождения Святой Православной Соборной Апостольской Церкви. Хотелось бы напомнить вам, как земля без дождя, так человеческая душа без благодати Духа Святаго. Такого человека называют «безблагодатный». Он не может не помочь, не откликнуться на чужую беду. Такой человек заботится только о себе. И наоборот, если человек получает благодать Духа Святаго в Святом Крещении, просвещается благодатью Святаго Духа, то у него появляется в сердце желание помочь другим, простить, оказать содействие, посочувствовать. Вот так до сошедствия Духа Святаго жили люди в Израиле, жили люди на земле. Полюбить, простить, сделать просто так доброе дело, во славу Бога, это было совершенно немыслимым. Но благодать Духа Святаго, сошедшая на апостолов и на всех учеников Иисуса Христа, изменила человека и дала ему возможность верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Вот потому, вспоминая сегодня события, когда в Вавилоне, об этом сказано в 11 главе книги «Бытия», Господь увидел, как люди собрались построить Вавилонскую башню. Это Вавилонское столпотворение, хотели сделать башню выше Бога, чтобы даже если пошел снова потоп, чтобы они смогли, возгордившись, сказать «Нам не страшно, мы без тебя здесь построим то, что сможет нас обезопасить». И вот тогда сошел Господь и смешал языки, и люди перестали понимать друг друга. А когда собрались ученики Христорадии в Сионской горнице для того, чтобы получить Духа Святаго, и когда Господь не шел и не спослал Святаго Своего Духа на апостолов, тогда Он собрал все языки, и все согласно славят Пресвятаго Духа. Вот почему сегодня, поздравляя всех вас, мне хотелось бы пожелать каждому из нас этих удивительных даров, о которых сказал апостол Павел в послании к Галатам. Дары Духа Святаго, они настолько близки каждому сердцу человека. А что это за дары? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И если вы чувствуете хоть один дар Духа Святаго в своем сердце, это значит, что вы, не та засохшая земля, на вашу землю души обильно пролился дождь благодати Духа Святаго. И вот сегодня мы с вами молились о том, чтобы Господь пришел и вселился в нас, и очистил нас от всяких скверных, и спас наши души, и укрепил нас на нашем жизненном пути, вот в этих дарах Духа Святаго, в любви. И искренне хотелось бы пожелать всем вам радости. Радости не только в этот день, но во все дни своей жизни, потому что мы, христиане, имеем великое упование, что Господь вознесся на небо, но не оставил нас, Он не спаслал нам благодать Свою, вся немощная врачующая и вся сходивающая восполняющая. Он послал нам утешение, милосердие, веру, кротость и воздержание. Будем стремиться, чтобы эти дары были в нашем сердце. Хотелось бы поздравить всех вас и пожелать вам мира, помощи Божьей на всех ваших добрых путях. С праздником, дорогие! С Днем Пресвятой Троицы! С Днем Сошествия Духа Святаго на апостолов и на всех вас, которые сегодня вместе с нами колено преклонно молились, чтобы Господь послал и нам, грешным, благодать Духа Своего Святаго. Аминь. Мир вам всем и Божье благословение!